Два года назад супруги Хахановы купили свою первую долгожданную машину. Покупка предвещала только радость, но месяц назад, когда выяснилось, что купленный автомобиль находится в залоге у банка, спокойная жизнь супругов закончилась. Тут письмо пришло из суда московского Хорошевского о том, что на меня и на первого владельца подали в суд с изъятием машины у меня. Почему у меня, когда я ее добросовестно купил за наличный расчет, владельцу отдал полную сумму. Оплачивать долги чужого человека Максим Хаханов, конечно же, не намерен. Молодой человек сразу же обратился за помощью к адвокату. Самое главное, что мой доверитель изначально, как только получил пакет документов из суда о том, что рассматривается гражданское дело в отношении его автомобиля, он сразу предпринял соответствующие меры. То есть обратился в суд с исковым заявлением о признании его совестным приобретателем. Никаких препятствий при покупке и регистрации автомобиля, рассказывает Максим, у него не возникло. И, соответственно, знать о том, что машина находится в залоге, он просто не мог. Если машина находится в залоге, банк обязан предпринять в своих интересах процессуальные действия. В частности, банк, выдавая кредит, обязан наложить обременительные меры на этот автомобиль. То из того пакета документов, которые мы получили, никаких сведений о том, что машина находится в залоге, нет. На этом беды семьи Хахановых не закончились. На днях автомобиль стоимостью более полумиллиона рублей исчез прямо из-под окон. Придя домой, он ужаснулся, машины нет. Жена возле подъезда стояла, ждала, уже тоже переживала, нервничала. Названивала мне, что машина пропала. По словам очевидцев, машину забрали судебные приставы. В том, что их действия незаконны, адвокат не сомневается. В надежде вернуть свой внедорожник, Максим обошел всевозможные инстанции. Вынужден был обратиться, обжаловать действия судебного пристава в прокуратуру, в полицию и также в суд. Сейчас в производстве всех этих органов на рассмотрение вот эти все заявления моего доверителя. Но, к сожалению, трехдневный срок истек. Ни прокуратура, ни полиция никаких мер не предприняла. Шокированный автовладелец по сей день не знает, где находится его машина. А адвокат теперь решительно намерен доказать. Гражданские права ее клиента были серьезно нарушены. Мы сейчас обратились в суд, в Орженкидзевский районный суд с исковым заявлением о признании моего доверителя добросовестным приобретателем. И, соответственно, будем направлять жалобу на определение московского суда о наложении обеспечительных мер. Редактор субтитров А.Семкин